Я ходил вот так вот, я так приходил на работу, я так ходил в Государственную Думу, во все учреждения, в министерство, в правительство, там, по улице, везде. Самое сложное, что может быть, это посчитать евреев. Если говорить в целом о ключевых сообщениях глобальных, вот той русскоязычной аудитории, которая не относится к евреям, это какие задачи? То есть, какую картинку вы в голову стараетесь заложить, то есть, какой имидж вы выстраиваете у своей организации? Человек, который говорит сложно, сыпет терминами, пытается запутать, ну, даже не пытается запутать, а просто пытается показать свою экспертность с помощью непонятных слов, это первый признак дилетанта. Сначала молитва, после нее... Это во сколько? Это в 8.30, вот, она где-то час длится, вот, после этого, там, действительно, можно подойти, уточнить какие-то рабочие моменты, а потом дальше я действую в зависимости от плана, который я себе составил накануне. Добрый день, меня зовут Тимур Асланов, вы смотрите программу PR-директор. Сегодня в нашей программе пресс-секретарь главного раввина России Берл Лазара Гершон Коган. Гершон, добрый день. Добрый день. Давайте начнем разговор с того, что входит в сферу деятельности главного раввина России, с тем, чтобы понять, что вы пиарите, а потом уже поговорим о пиаринге страницах. В задачи главного раввина России входит очень большой спектр функций. Прежде всего, он раввин, дает уроки, руководит еврейской общиной России. Кроме того, это работа дипломатическая, установление отношений с другими конфессиями. К нам периодически приходят представители, просто представители посольств. Там посольство, постоянно ведем отношения с посольством Израиля. К нам недавно, вот когда заключались соглашения между Израилем и рядом арабских стран, к нам приходили представители посольств этих стран, чтобы завязать отношения и с нашей общиной тоже. Это работа, если можно так выразиться, джиара, то есть это постоянный контакт с российскими властями, поддержание отношений с властью, с президентом, с различными ветвями российской власти. Это поддержание отношений с деловым миром, с бизнесом и так далее, и так далее. Это очень много задач, которые ведет главный раввин, и он справляется действительно с этим блестяще. Я просто смотрю, как он виртуозно выполняет эти функции, и, в общем, каким-то вещам у него просто учусь. Ну и вообще, на самом деле, с этой точки зрения пиарщиком главного раввина быть достаточно легко, потому что делает все он, моя задача только рассказывать об этом. То есть, если я правильно понимаю, он возглавляет всю еврейскую общину России. А как велика еврейская община России? Сколько это примерно человек, если можно, там, в цифрах? Это сложный вопрос, потому что, на самом деле, самое сложное, что может быть, это посчитать евреев. Ну, во-первых... Хорошо. Дело в том, что, помимо того, что есть, конечно, общины, которые вот под нашим крылом, это, ну, они практически во всех крупных и даже не очень крупных городах России, там общины большие, маленькие и так далее. Есть общины, которые вне контроля вот нашей организации, они как бы не находятся под непосредственной опекой главного раввина России. В конце концов, есть и другие организации еврейские, да. Есть независимые общины, есть просто евреи, которые, ну, пока выключены из религиозной жизни и из общинной жизни. И это как раз главный наш объект, потому что наша задача как раз их привлечь к нашим программам, к жизни в еврейское общение. Вообще дойти до каждого еврея, рассказать им о том, что существует Тора, там, в конце концов, дать эту Тору, там, принести им, там, тфилин, чтобы они накладывали, там, ну, и так далее, и так далее. По-разному, всякими путями привлечь их к жизни в еврейской общине. Вернуть утраченное сокровище. То есть, долгое время, как и, в общем, все советские люди, евреи были оторваны от своих корней, от своей культуры, от Торы. И наша большая миссия, это им это вот сокровище, утерянное, вернуть их владельцам. И на самом деле это очень здорово, когда ты знаешь, зачем и для чего ты работаешь, когда ты не просто работаешь, потому что, ну, потому что у тебя такая работа, вот тебе поставили такую задачу, когда ты понимаешь свою миссию. Но вот сколько этих, этих самых людей, которых мы опекаем, мы приблизительно понимаем, что это вот в, на территории России, где-то примерно вот миллион евреев есть. А может больше, а может быть сильно больше, потому что многие, многие евреи даже не очень понимают, что они евреи, потому что евреи это человек, у которого мама еврейка. Людей, у которых мама еврейка, но они как-то там не до конца это осознали, что на самом деле они имеют отношение к еврейскому народу, таких достаточно много. Бывает так, что люди приходят совершенно неожиданно, то есть мы, они там для себя что-то открыли и приходят в общину. Бывает так, что люди, у которых вообще нет никакого еврейского происхождения, интересуются еврейской верой и, значит, наоборот, хотят, говорят, мы хотим стать евреями, да. Вот, такие тоже есть. Это тоже отдельная работа. То есть вот, на самом деле, наша целевая аудитория достаточно обширна, но точные границы мы сами сказать не можем. Она обширна, она географически раскидана, и вот давайте теперь поговорим, какими инструментами вы с ней выстраиваете эту работу. Во-первых, какие задачи стоят перед вами, как перед пресс-секретарем, и, соответственно, дальше уже об инструменте. Задачи стоят выстраивать, ну, во-первых, рассказывать о работе еврейской общины, рассказывать о работе главного раввина, что он делает, и вообще освещать его деятельность. И таким образом выстраивать образ еврейской общины, потому что, если мы просто посмотрим на сообщение, вообще на то, что происходит вокруг имени Берлазар или главный раввин России, мы увидим, что, на самом деле, то, как он воспринимается, лидер еврейской общины, это фактически и есть имидж еврейской общины. Вот, и поэтому моя задача, как пресс-секретаря главного раввина, это выстраивать образ еврейской общины в целом, в соцсетях, в прессе, везде. У вас, получается, аудитории разные. То есть, с одной стороны, я так понимаю, что все равно главная целевая аудитория – это евреи, судя по тому, что вы сказали до этого. Но ведь образ-то надо строить не только, я так понимаю, среди еврейской общины, а, в принципе, в обществе российском. Вот, на самом деле, насчет целевой аудитории, скорее, целевая аудитория – это вообще, скажем так, русскоязычное общество. То есть, те, кто читают по-русски. Это и евреи, и неевреи. То есть, да, мы вообще, наша работа, вот, цель нашей работы – это действительно привлечь евреев к жизни общины. Но те, с кем мы работаем – это очень широкая публика. Это вообще российское общество, да и не только российское. Потому что, на самом деле, приходится работать, ну, да, большая часть работы идет на русском языке, но не только. То есть, приходится переключаться с языка на язык, и вообще, как бы, работа на разных языках и владение несколькими языками – это вот норма в нашей общине и норма в нашей работе. Если говорить в целом о ключевых сообщениях глобальных, вот той русскоязычной аудитории, которая не относится к евреям, это какие задачи? То есть, какую картинку вы в голову стараетесь заложить? То есть, какой имидж вы выстраиваете в своей организации? Ну, первое… Прежде всего, мы просто объективно рассказываем, кто мы такие, чем мы занимаемся, и здесь не нужно никаких мудрствований. Дело в том, что, ну, по поводу евреев, понятно, всегда есть какие-то стереотипы, какие-то предубеждения, отсюда происходит враждебность, антисемитизм. Но это происходит тогда, когда люди, на самом деле, не знают, что у нас происходит. Когда они не знают о нас, тогда, вот тогда появляется антисемитизм. Когда они начинают интересоваться именно вот объективной картинкой, тем, что есть, тогда антисемитизм уходит. Ну, для тех людей, которые разумны, которые готовы воспринимать информацию. Поэтому здесь достаточно просто. Мы просто показываем то, что есть. Например, был такой… Вот у нас всегда, когда происходят еврейские праздники, мы приглашаем журналистов. Стараемся как можно больше рассказать о наших праздниках, и, как бы, здесь у нас нет никаких секретов. Вот такой есть праздник Пурим. Такой самый веселый еврейский праздник. Здесь в еврейском общинном центре много народу, там целый карнавал, там со всеми большая толпа. Вот ко мне подходит журналистка и говорит, пожалуйста, проводите меня, побудьте со мной. Я вот первый раз на таком празднике, я не еврейка, вот, поэтому я боюсь какой-то агрессии. И, мало ли, вдруг что-то со мной там сделают как-то там, не так посмотрят, начнут там. Вот. Я ей говорю, пожалуйста, здесь все свободно, ничего не… То есть, ходите, снимайте, спрашивайте у людей, все открыто. И после, уже когда праздник прошел, когда она там поснимала, поговорила, она подошла ко мне и сказала, я не ожидала, что вот, что все вот так. Что это что-то потрясающее, это все замечательно. И, то есть, на самом деле я ничего не делал, я просто сказал, смотрите все, что есть. И в этом смысле единственное, что нужно иногда приходится объяснять, что, что, где означает. Потому что все-таки еврейская религия, еврейская культура достаточно специфична. Она… Какие-то вещи сложны для понимания, какие-то обычаи непонятны. И это приходится разжевывать, объяснять, почему это так, почему мы делаем так, а не иначе. Вот. Вот в этом, да, заключается сложность. Причем это нужно объяснить так, чтобы это было понятно непосвященному человеку. Здесь бывают трудности, но в том, чтобы создать положительный образ, не нужно нам как-то напрягаться. Нам достаточно рассказать то, что есть. Ну, и вот про взаимоотношения с журналистами давайте поговорим. Потому что понятно, что у вас создается много информационных поводов. Насколько они им интересны и какими инструментами вы вот этот интерес вызываете. Потому что, ну, понятно, условно говоря, там заключили соглашение с арабскими странами. Конечно, это там на мировую политику в целом влияет. Это всем интересно. Есть какие-то события, которые там, по мнению, условно говоря, российской прессы, ну, это ваши внутренние дела. А вы считаете наоборот, что это как бы должно быть интересно всем. То есть, какими инфоповодами вы еще продвигаетесь? Мы обычно выстраиваем. То есть, если какие-то вещи касаются только общины, и мы прекрасно понимаем, что вот это внутриобщинное мероприятие, это внутриобщинная тема. И мы сразу на широкую публику это не распространяем. У нас есть, как и во всякой организации, ну, которая ведет связи с общественностью, у нас есть какие-то ресурсы информационные, которыми мы владеем. То есть, наш сайт, там, наши, там, телеграм-каналы, наши социальные сети. Вот есть информация, которую мы даем только туда. Потому что понимаем, что это интересно только внутриобщины, только тем, кто в теме. Есть ресурсы, которые, скажем так, это общие СМИ, но они как бы с нами очень хорошо взаимодействуют и всегда размещают нашу информацию. То есть, уже контакт налажен. И есть какие-то средства массовой информации, которые, да, нужно, ну, вот, что называется, завоевать. Вот. А иногда бывает, что раввины мы взаимодействуем даже со СМИ, которые изначально хотят каким-то образом нас наехать. Ну, вот, недавно, недавно был эпизод, когда к нам обратилась, обратился телеканал «Дождь». Затребовал комментарий раввина на такую тему. Ну, вот, в Бруклине, в Нью-Йорке произошла большая хасидская свадьба на очень много человек. И там, ну, не было никаких признаков там соблюдения вот этих санитарных мер. Там люди без масок, там куча народу, там, значит, никакой социальной дистанции. Вот это вот огромный зал, много народу. И они, у них, ну, вот, такой изначальный месседж был такой наезд, что как же так вот этим ультра-ортодоксам, мракобесам вообще наплевать на здоровье людей, там, они там совершенно игнорируют все меры предосторожности. Ну, изначально моя, как бы, позиция как пиарщика была достаточно простая, что это Нью-Йорк, Бруклин, это община, там, сад морских хасидов, она достаточно специфическая, вот, к нам это не имеет отношения. Мы в России, у нас... У нас все в масках. У нас все по-другому, у нас все в масках, вот. Но Равин решил, иначе он, в общем, он, как правило, не боится никаких острых вопросов. Он прекрасно прокомментировал это дело, и, то есть, вроде бы, рассказал о том, почему там так сложилось, сказал, что у нас все ограничения соблюдаются, и что там вот, да, есть общины, которые ведут достаточно закрытый образ жизни, а мы, наоборот, открыты, и мы активно идем в общество. И, в общем, достаточно так... Ну, то есть, в результате этот изначальный наезд, он обратился в нашу пользу. То есть, мы изначально выстраиваем свою информационную политику, вот, сегментируем, то есть, что предназначено для внутреннего потребления, что для широкой аудитории, ну, как бы, с которой у нас есть контакт, и что, ну, вот, на такое вот, что называется, поле боя. Вот то, что, как вы сказали, СМИ, которые еще надо завоевать, какими инструментами, какими инфоповодами, как вы вообще с ними строите взаимоотношения, и что, какие инфоповоды, может быть, создаете для этого? Как правило, они сами приходят. Это, на самом деле, вот эти вот вещи, это инфоповоды, которые, вот, что-то такое жареное, которое возникает, к нам обращаются с тем, чтобы взять наш комментарий, вот, как же так, дайте свою позицию, вот, что-то такое произошло. Это как раз вот именно на этих вещах, на вот таких изначально вроде бы конфликтных, как раз, наоборот, есть возможность выстроить наш положительный имидж и выйти с победой, да, когда, ну, если правильно все подать и, на самом деле, не бояться отвечать на острые вопросы. Я так понимаю, что с той аудиторией, которая уже в общине, вы взаимодействуете, как вы сказали, через свои каналы, телеграм-каналы, какие-то у вас есть свои издания, а вот та аудитория, которая, как вы сказали, евреи, но еще этого не понимают или еще не примкнули к общине, с ними как строится пиар-работа? С ними по-разному, значит, но это не всегда это работа именно пиара, это очень часто работа общин на местах. Мы придумываем разные, ну, не только мы, вообще, скажем так, мы как община. Например, у нас недавно была такая акция Тора в каждый дом. То есть вот один человек из Крыма, он захотел такую вещь сделать, чтобы Тора была в доме каждого еврея, у кого еще нет. Мы объявили об этой акции. Люди заинтересовались, присылали заявки, что вот нам нужно. Это было как раз перед Еврейским Новым Годом, Роша Шана. Когда обычно тоже вот общины присылают такие подарочки к Еврейскому Новому Году. Это, опять же, для того, чтобы людей вообще познакомить с еврейской общиной, с еврейскими праздниками. Тех, кто еще об этом не знает. Вот, поэтому им там посылались подарочки, там, значит, баночки меда, там, еще какие-то там вкусности. Вот, и в этот подарок входил тоже вот этот Томик Торр, который проспонсировал вот этот человек. Потом, то есть этот проект начался в Крыму, потом он распространился на всю Россию. Там, есть возможность для дальнейшего расширения и так далее. Вот такие вот акции, например. Или точно так же, как мы присутствуем на каких-то еврейских мероприятиях, которые непосредственно к общине и к религиозной жизни не относятся. Там, например, недавно был еврейский кинофестиваль, кинофестиваль еврейских фильмов. Это не имеет непосредственного отношения к религиозной жизни. Но мы там были, мы там присутствовали. И тем самым мы доносим до евреев, которые еще в общинную жизнь не вовлечены, что двери открыты, приходите. Здесь ваш дом, да? То есть вы можете в любой момент прийти в любую синагогу. Вас ждут, вам рады. Мы вот этот месседж постоянно, постоянно доносим. А в соцсетях что вы делаете? И соцсети, ваша деятельность в соцсетях, она на широкую аудиторию направлена? Или в первую очередь вот на тех, кто общин. Нет, на самую широкую. То есть, ну, соцсети это по определению для широкой аудитории. Сейчас, да, без соцсетей невозможно. И поэтому, да, в соцсетях мы ведем деятельность. Вот страничка Равина на это направлена. Там странички наших всяких структур, организаций. Конечно, это уже не моя сфера деятельности, их ведут другие люди. Но это, да, и для соцсетей это как раз та часть, которая направлена на самую широкую аудиторию. И там мы, конечно, пишем в формате соцсетей. То есть, это более такие сжатые сообщения. И, конечно, мы их пишем другим языком, нежели то, что предназначено для своей аудитории. А что там именно? Ну, то есть, вот какие, может быть, темы используются? Какие форматы работы с аудиторией в соцсетях? Или просто освещение текущих событий каких-то? Ну, освещение текущих событий, освещение того, что произошло. Что произошло там, на каких мероприятиях был главный Равин. Значит, очень хороший эффект дает его какие-то выступления. Когда он публикует какое-то свое обращение в связи с любым событием. Это может быть событие не только касающееся общины и жизни, но это часто какие-то вообще события, касающиеся всего. Что-то произошло, бывает так, что это событие печальное. Например, там произошел какой-то теракт. Равин по этому поводу высказывается. Или, например, там, кончина какого-нибудь видного общественного деятеля. Или персоны, которая имела значение. Ну, например, вот недавно ушел от нас Михаил Живанецкий. Равин выпустил сообщение. То есть, мы вообще демонстрируем, что для нас важен каждый еврей. Что для нас, в принципе, важна общественная жизнь. И мы неравнодушны к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Мы не замыкаемся в себе. Вот, говоря про соцсети, мы коснулись темы антисемитизма. Не секрет, что ксенофобия вообще такая острая проблема для российского общества. И антисемитизм как часть ксенофобии. В соцсетях это особенно всегда ярко выплескивается. Потому что, ну, пока были просто СМИ и какие-то другие каналы коммуникации, это не выплескивалось так в общественное пространство, как когда появилась возможность комментировать любые сообщения. Насколько вы активно с этим сталкиваетесь и что вы делаете в этом плане? Ну, смотрите, во-первых, для антисемитов есть очень хорошие новости, что, во-первых, они могут называться теперь по-модному хейтеры. То есть, да, ты был антисемит, ну, такой бодловатый какой-то. Я хейтер еврейская община. Потом еще одна хорошая новость для антисемитов — это то, что они на самом деле выполняют для нас очень важную, нужную функцию. Потому что, как я уже сказал, наша задача — привлекать евреев в общинную жизнь. И антисемиты делают это часть этой очень важной работы. Они напоминают евреям, кто они такие. Очень часто бывает так, что вот какой-то еврей, который там вообще ему было совершенно фиолетово, там, Тора, заповеди, еврейская жизнь и так далее, он к нам приходит именно тогда, когда он сталкивается с антисемитизмом. Вот. Что касается уровня антисемитизма вообще в России, здесь такая интересная вещь. Дело в том, что я до того, как пришел на должность пресс-секретаря Равина и стал работать в общине, я очень долгое время работал в обычных компаниях, в обычных СМИ, был журналистом. И я ходил вот так вот. Я так приходил на работу, я так ходил в Государственную Думу, во все учреждения, в министерство, в правительство, по улице, везде. Более того, я как соблюдающий еврей, я достаточно был неудобным работником, потому что... В субботу вам не позвонить. Не только в субботу, но и в праздники, и не только в субботу, но сейчас вот в зимнее время, у нас же шаббат начинается в пятницу вечером, когда заходит солнце, то есть, значит, нужно прекратить работу и добраться до дома, чтобы вообще успеть. Ну, в зимние короткие дни это могло быть просто вот с середины дня. Что это означает? Что это значит, что нужно договориться с начальником, нужно договориться с коллегами. Коллеги прикройте там, значит, начальника просить, вот, извини, такая ситуация, там, когда праздник, то же самое, да? И, вы знаете, прикрывают, понимают, там... Вот есть понимание к этому. И поэтому я не могу сказать, что в российское общество оно какое-то враждебное к евреям. Я этого на себе не чувствую. Я, наоборот, чувствую вот дружеское отношение, понимающее отношение. Когда вы работаете бок о бок с человеком, видите, что это живой нормальный человек, конечно, антисемитизм растворяется. А когда вы сидите дома на диване, когда в сетях, там уже, как бы, люди, ну, всегда человеку какую-то гадость сказать труднее, когда он видит человека, чем когда ты за каким-то ником там, и даже непонятно, что у тебя за... То есть у тебя даже нет своего лица и так далее. Да, это есть. Но здесь, скажем так, в 90% случаях самая эффективная политика это просто игнор. То есть... Потому что... Вот этот хейтер, который тебя ненавидит, ему нужно вступить в драку, ему нужно вот это вот... Он энергию получает именно на конфликте. Когда ты от конфликта уходишь, он сдувается. То есть здесь... Да, есть случаи, когда действительно мы не можем проигнорировать, потому что... когда, например, есть реальные призывы к противоправным действиям. Здесь уже, да, нужно реагировать, нужно реагировать жестко, нужно там привлекать правоохранительные органы, как вот недавно было в Краснодаре, когда там просто готовилось покушение на человека. Там правоохранительные органы сработали очень четко и задержали злоумышленников. Вот. Но... А если человек просто хочет раздуть скандал, очень часто... достаточно не обратить внимания. Расскажите про работу с Равином. То есть как строится именно ваша работа как пресс-секретаря со спикером? В чем какие... Ну, про плюсы я уже понял, что человек умеет хорошо говорить и понимает, что говорить аудитории. Какие плюсы, какие минусы? Какие сложности, может быть? Сложность в том, что... Равин всегда очень занят. У него день расписан буквально по минутам. И поэтому коммуникация с ним должна быть очень четко выстроена. Часто вот сообщение должно устроиться так, чтобы он мог просто написать окей. И все. Вот это и в идеале. Чтобы как можно меньше ему приходилось объяснять, вмешиваться. Ну, у меня есть некий бонус, потому что, как я уже сказал, мой рабочий день начинается с молитвы. И рядом же молится главный раввин. И поэтому, вот, когда он все время на бегу, да, ну, когда заканчивается молитва, к нему можно подойти, подбежать, там что-то спросить, там что-то уточнить. Он может что-то пояснить. Это помогает. То, что мы с ним находимся в одном пространстве, в одном, как бы, в одной лодке, и к нему есть доступ. Вы упомянули, что рабочий день начинается с молитвы. Расскажите, как вообще выглядит ваш типичный рабочий день? Из чего он состоит? Сначала молитва, после нее... Это во сколько? Это в 8.30. Вот, она где-то час длится. Вот, после этого, там действительно можно подойти, уточнить какие-то рабочие моменты, а потом дальше я действую в зависимости от плана, который я себе составил накануне. Он может быть разный. Это могут быть встречи с журналистами, могут быть какие-то комментарии, могут быть интервью Равина, когда к нему приходят пишущие журналисты телекомпании. В последнее время в связи с эпидемией очень часто это соединение по Zoom, по Skype и так далее. Это могут быть встречи с другими организациями, с какими-нибудь сотрудниками посольств, там, государственными органами. Там может быть какой-нибудь выезд куда-то на какое-то мероприятие или какое-то мероприятие, которое проходит на нашей территории. То есть, все зависит от плана, который составлен. Он составляется, там, иногда это может быть какое-то событие запланированное, там, на месяц, там, за месяц вперед, за неделю вперед. Там есть какие-то события регулярные, которые, ну, там, допустим, события, которые посвящены еврейским праздникам, они понятны, там, на год вперед, они понятны, когда оно состоится. А есть какие-то вещи, которые не запланированные, там, которые падают с той или иной степени неожиданности. То есть, это такой график достаточно гибкий, и не всегда это рабочий день, вот, от и до. Иногда какие-то вещи могут упасть в, ну, там, достаточно поздно вечером. У першиков всегда больной вопрос, это измерение эффективности их деятельности. Вот, какие у вас, может быть, есть KPI, и есть ли они? И как вы вообще, вот, измеряете эффективность того, вот, реализованных каких-то проектов? Вы бы с цитируемость в СМИ, то есть, мы мониторим, мониторим СМИ, но это делаю не только я, это по, судя по реакции, судя по моей работе, это делает и сам Равин тоже, там, потому что иногда он может спросить, а вот, вот это событие, там, значит, как оно освещалось в СМИ, то есть, если, если это ему вот так вот не видно, то, в общем, это такой звонок, что нужно, нужно, нужно что-то подкрутить, нужно что-то, чтобы, чтобы у него не возникало таких вопросов. Вот, а так это, это, конечно, реакция СМИ, цитируемость в СМИ, в соцсетях, в поисковиках, то есть, когда, вот, на событие хорошая реакция, то это сразу видно по всем, всем вот открытым источникам. Как известно, практически в любой конфессии есть разные течения, есть люди, придерживающиеся разных взглядов. Я так понимаю, что вообще не то же, и все однородно, и вот мы до записи говорили о том, что вы с Равином придерживаетесь разных взглядов на какие-то вещи. Как это вообще, расскажите? Значит, не то, что мы придерживаемся разных взглядов. Мы, скажем так, да, в еврействе есть очень много движений, течений, направлений, то есть, просто, вот, их даже невозможно сосчитать. Вообще. И в России тоже, в России есть разные, вот, еврейство России представлено разными течениями, направлениями. Главный Равин России, он принадлежит к такому, одному из направлений в иудаизме, это хаббат, то есть, любавические хасиды. И есть некий такой стереотип, стереотипное мнение о том, что вот Берлазар, это главный Равин, он только для хаббата. Это не так. Ну, пожалуйста. Я человек, которому он фактически доверил свою репутацию, то есть, человек, который занимает достаточно важную позицию в этой системе, я не принадлежу к движению хаббата, как раз-таки, наоборот, я принадлежу к литовскому направлению, то есть, это такое, ну, то есть, это, скажем так, обычные евреи, которые в свое время не пошли за хасидизмом. И, как бы, как раньше, так и продолжают следовать. Там, вот, тот хасидизм, который мы имеем сейчас, он возник где-то примерно в 18 веке. Вот, там, есть хасиды многих разных направлений, течений, движений. Есть люди, которые, вот, такие ортодоксы, которые придерживаются вот того, скажем так, старого, старой формации. Вот, и это совершенно нам не мешает, что, на самом деле, в общине, вот, в этой общине, в Марины Рощи, есть люди, которые принадлежат к разным направлениям. Хотя, да, конечно, здесь большинство людей в общине это хабадники, но мы все едины. Даже до того, как я занял эту должность, у нас возникли здесь с общиной Марины Рощи прекрасные взаимоотношения, там, у моей жены подружки, причем, самые близкие подружки хабадницы, там, мы ходим друг к другу на свадьбы, на всякие семейные торжества, там, обрезания, бармицвы и так далее. То есть, на самом деле, взаимоотношения внутри еврейской общины, они, по крайней мере, в Москве уж точно, вот, нету этих границ водораздела, что вот ты такой, я такой, и поэтому я с тобой дружить не буду, я к тебе не приду, у нас, мы живем отдельно, нет, мы живем все вместе. Это очень ценно, это одна из сильных сторон, я считаю, вообще всего российского еврейства, потому что, вот, кстати, с точки зрения пиара, с точки зрения имиджа, я хотел подвести, самое, вот, самый большой удар по имиджу, то, чего я очень боюсь, то, чего, вот, прям, совсем нежелательно, это, когда происходят какие-то конфликты внутри еврейской общины, большего удара по имиджу не существует. То есть, какие-то нападки извне, там, какие-то обвинения, какие-то там, это все, все, с этим можно справиться. Самое страшное, это конфликт внутри еврейской общины между евреями каких-то разных направлений, разных убеждений, сталкиваются какие-то разные интересы. Вот это караул. поэтому мы прежде всего работаем на мир внутри общины, внутри евреев, чтобы не было конфликтов между нами. Это самое важное. А вот именно в пиар-работе как это выражается? Что-то вы делаете специально с точки зрения пиара для того, чтобы поддерживать этот мир и как-то укреплять и так далее? Конечно. То есть понятно, что всегда есть внутри общины какие-то люди, которые настроены на какую-то войну, которые хотят конфликта. Например, кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал. Есть же другие организации, помимо нашей, которая подчиняется Берлу Лазару, есть другие структуры, у которых свои лидеры. Там кто-то что-то сказал или сделал, или что-то произошло, то, что не нравится нам, или наоборот. Мы эти вещи не раздуваем. Мы стараемся всегда как-то решить вопрос мирно, решить вопрос внутри, договориться внутри, и ни в коем случае не выносить конфликт вовне. Потому что любые противоречия внутри общины бьют по имиджу. У них конфликт, они сами с другом не могут договориться. И вот тогда все эти обвинения извне становятся особо неприятными. когда у нас внутри мир, когда мы понимаем друг друга, тогда и другие, и люди извне смотрят на нас совершенно по-другому. Гораздо лучше. Вы пришли на эту должность из журналистики. Много лет работали журналистом. Какие сложности были при переходе с одной стороны баррикад на другую? С чем столкнулись, что приходилось преодолевать? Ну, я пришел из финансовой журналистики. То есть, на самом деле, здесь я не думаю, что это принесло какие-то сложности, потому что наоборот, мне было легче. Я понимаю, как работает журналист, что он хочет, что для него новость, а что не новость. То есть, я избегал тех ошибок, которые очень часто делают пиарщики, когда они пытаются продать внутренние радости. Ну, да, какие-то внутренние радости, какие-то вещи, которые на самом деле журналисту неинтересны. Я сразу понимаю, что журналисту интересно, что для него новость, а что для него не новость. и что ему может быть интересно. Единственное, что вот, да, какие были сложности, это все-таки я журналист пишущий, а на должности пресс-секретаря приходится работать не только с пишущими журналистами, но там с телевизионщиками и так далее. Вот телевизионщиков я изначально очень плохо понимал, как они работают, что для них важны. Что для них важно. Ну, тоже приспособился, это все быстро очень постигается. вот, то есть, но все равно я все-таки по привычке оцениваю оцениваю события с точки зрения текста. То есть, у меня на первом месте всегда текст, как он как он как это отразится текстуально. Вот. С точки зрения картинки это, да, нужно как бы всегда иметь в виду, какая к этому будет картинка. Но с развитием социальных сетей это стало более распространено. Какие пять советов вы могли бы дать человеку, который сегодня делает первые шаги в карьере рпрщика? Первое, это очень-очень-очень хорошо знать ту сферу, которой вы занимаетесь. Это первое. То есть, нужно быть буквально специалистом в этом. Второе, уметь об этом рассказать просто. То есть, человек, который говорит сложно, сыпет терминами, пытается запутать, ну, даже не пытается запутать, а просто пытается показать свою экспертность с помощью непонятных слов, это первый признак дилетанта. Специалист всегда говорит о сложных вещах просто. Затем общаться с людьми, общаться с как с журналистами, что очевидно, так и с людьми из своей сферы. четвертое, четвертое, думать за журналиста, думать как как это будет на выходе. Поэтому очень полезно войти в работу журналистов. То есть, если вы пиарщик, но у вас нет журналистского опыта, это значит, что нужно очень хорошо изучить, как работает журналист, причем, как работает каждый из видов СМИ. То есть, агентствам нужно одно, газете нужно другое, газете нужны всегда эксклюзивы. Телевидению нужно третье, телевидению нужна хорошая картинка, эффектная картинка. И ну и думать за вашу целевую аудиторию, как это, как ваше слово отзовется. Спасибо. Вы смотрели программу PR Director, у нас в гостях был пресс-секретарь главного раввина России Берл Лазара Гершон Коган. Если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, с вами был Тимур Асланов. Пока!